14 марта на площади перед администрацией прошел митинг, организаторами которого выступили члены общественного совета МИАСа. Несмотря на заявленную массовость, прийти и поддержать идеи самопровозглашенных общественников пришло порядка лишь сотни человек. Начало митинга прошло более чем буднично. Под коммунистическими плакатами, поднимавшиеся на трибуну, занимались тем, что проговаривали очевидные истины. Вот только вместо действий организаторы митинга спешили обвинить во всех бедах местную власть, тогда как большинство вопросов, поднятые глашатаями, даже не подведомственным муниципальным властям. Единственный вывод. Организаторы провоцировали тех немногих, кто собрался на площади на ненависть к действующей власти. Скучное течение митинга прервали трое молодых людей, вышивших к сцене с саркастическими плакатами. В том, что митинг организовывают, ну, людьми, которые играют на подмене интересов, на подмене интересов играют люди. Вы понимаете, что все проблемы, все проблемы, которые сейчас обсуждаются, это не вина ни третьего, ни воинного, ни пилот из нашей администрации. Проблемы на федеральном уровне такие решают. Испуганные организаторы поспешили убрать активистов с помощью правоохранительных органов, которые пояснили, что лозунги молодежи не соответствуют заявленной тематике митинга. То есть Союз коммунистов подали заявку, получили постановление и уступают. Все верно. У вас в какой требовании? Мы тоже выражаем свою точку зрения. Здесь определенный идет митинг, понимаете? Вы в этом митинге не заявлены. Какое-то ограничение интересного. То есть сами организаторы митинга выражают свой негатив, что вы здесь присутствует. Но ведь мы выражаем мнение своему. Выражаете его в другом месте? Поймите, понимаете, организаторы, организаторы. Вот тогда у них, понимаете, они свое высказывание, потому что они организовывают. Они отвечают за этот митинг, понимаете? Но мы же не нарушаем ничего. Им не понравилось. Что мы нарушаем? Им не понравилось. То есть, понимаете, ваши эти высказывания, понимаете? Вы не входите в их планы. Людям не понравилось. А завтра им не понравится, что у меня красные ботинки, меня тоже задержат? А у них организовано, у вас нет. Они выражают свое мнение. Организатор к мне подошел. Мне не нравится, что вот эти граждане выражают свое мнение на мое митинг, которое я организовал. Это при том, что на повестке организаторов был, в числе прочего, следующий лозунг. Нет главе округа и депутатам, забывшим кто и зачем их выбирал. Каким образом в данную тематику не вписывается, например, лозунг «За окошком дождь и град, это воинов виноват»? Организаторы ответить затруднились. То есть, кому-то свое мнение высказывать можно, а кому-то, видимо, нет. Все это время люди, пришедшие на митинг, видеть варианты выхода из сложившейся ситуации, расходились по домам. Кто-то замерз, а кто-то просто устал слушать одно и то же. А как вы считаете, вы получили ответы на вопросы, с которыми все вышли? Ничего я не получила. Смотрю, каждый этот оратор начинает одно и то же, одно и то же, одно и то же. В итоге резолюцию все же огласил со сцены ведущий митинга Василий Потапов. Ее, конечно, единогласно поддержали. Вот только на последующий вопрос «А за что вы сейчас проголосовали?» Многие ответят, к сожалению, затруднились. «Ну, вы знаете, все это вместе. Короче говоря, за ЖКХ. За повышение цен по ЖКХ. В общем, нет этих повышения. Это местные соцсетические блоки, потому что, по сути, они выхватывают часть из закона, трактуют эту часть по-своему и тем самым вгоняют умы людей в какую-то ненависть действующую.